Тут рыба вся валяется, и тут очень как-то не хочется купаться, потому что тут даже, могу сказать, страшно. Уже две недели Матырское водохранилище отпугивает отдыхающих. Десятки мёртвых карасей, всплывших на поверхность, напрочь отбивают желание купаться. Отдыхающим остаётся только гадать, из-за чего погибла рыба. Кто и почему она? Не знаю. Откуда я могу знать? Из-за климата, скорее всего, уже очень жарко. То же самое, что и вода отсветёт, всё из-за этого происходит. Ну и то, что ещё не очищают. Кто сюда спустил? Это что-то спустили. Рыба ни от чего не умрёт. Специалисты говорят, всё под контролем. Причины замора выясняют. Подключились даже московские специалисты. Провели необходимые исследования. Вот анализы воды. Мы брали комиссионно с управлением ветеринарией по Липецкой области, управлением экологией. Вода. Не нашли превышения. Палочки никакой инфекции нету, да? Нет, ничего вообще, не тяжёлых металлов. А то, да. Мы вот об этом с детьми постоянно и выполнались. Грунт брали. Вот москвичи брали на пробу. То есть ничего в грунте не нашли. Рыба пригодна для еды. Предварительный вердикт. Виновата погода и природа. Карасти начали всплывать на поверхность, как только столбик термометра резко поднялся вверх. Сейчас идёт обильное цветение тёмно-зелёных водорослей. Они выделяют яд. И также при этом резко идёт уменьшение кислорода в водоёме. Ну и температура, воздух. Сами понимаем, что очень высокая в этом году. По подсчётам специалистов, в Матыре погибло около 500 рыб. Преимущественно серебристый карась. Тем не менее, рыбинспекторы уверяют, говорить о массовом заморе рыбы преждевременно. По подсчётам специалистов института рыбного хозяйства, в Матырском водохранилище на данный момент находится около 178 тысяч экземпляров серебристого карася. И вот эта гибель, она как бы не влияет на популяцию серебристого карася, не подорвёт её в Матырском водохранилище. Гибель составила менее 1% отход естественный. Все погибшие рыбы – взрослые особи. Специалисты не исключают, это может быть естественной убылью. Но делать окончательные выводы пока рано. Нужно дождаться результатов дополнительных исследований. Только тогда будет ясно, кто виноват и что делать. Ольга Бугакова, Анатолий Гончаров, Липецкое время.